всем привет ребята ну что пришли мы на судно у нас вот такая ситуация видим какой-то груз в трюме грузовой операции остановили старпом уехал короче и мы не знаем что вообще происходит для этого что мы делаем любой старпом принципе 2 может тоже может пойти узнать значит какая у нас ситуация идет либо в стабилити буклет ну в любом случае там будет но тем не менее может сначала просто открыть шип спотикулос найти да и посмотреть самое главное возможно когда старпом уже едет до на судно блинчик не фокусируется он уже знает какая у нас сейчас летняя марка по летнюю грузим или по зимнюю пусть у нас зимняя заканчивается сейчас 31 марта начинается летняя вот у нас данном случае 574 вот хорошо этот момент мы узнали но нам надо знать сколько на миде ли отнимать когда будем замеры до снимать лентой от какого расстояния чтобы искомую осадку найти и также на корме для этого открываем интернешнл отлайн сертификат и смотрим что у нас тут есть учитывая что у нас осадка да по летнюю марку давайте будем разбирать летнюю марку всегда марка кстати закрывается по верхнюю кромочку запомнить это раз и навсегда вот толщина линии вот этой до 2 сантиметра в нашем случае расстояние между марками давайте между зимней на и принципе тропикал тоже 12 сантиметров на других судах не буду врать возможно тоже 12 но скорее всего она варьируется как и вот эти числа вот нам нужны вот эти числа которые будут плюсоваться именно касатки фриборд from деклайн вот наш деклайн соответственно от верхней кромки он идет замеряется до верхней кромки нашей летней марки вот это расстояние как раз она и есть 3070 миллиметров либо 3 метра 7 сантиметров вот это расстояние прибавляем к нашей осадки которая у нас имеется да по документам получаем в нашем случае число 881 и когда мы идем замерять погрузили мы там пускай будет ровно по кромку верхней до летняя марка тем не менее мы ленту опускаем до воды делаем замер получили у нас ровно три метра семь сантиметров если даже можно ничего не отнимать мы уже знаем что осадка на данный момент 574 это хорошо но есть такой нюанс опять же да грузим мы значит нам нужно выйти на определенную осадку если мы грузим по морской воде то все нормально как бы по морску если пресная вода соответственно есть такой fresh water allowance она у всех судов тоже разный у нас в нашем случае 13.3 сантиметра значит они плюсуются значит к нашим вот этим да получается там порядка ну к нашей осадке у нас получается где-то порядка 584 там с копейками мы уже грузим по эту садку выходим в море опять морская вода и у нас судно всплывает мы оказываемся ровничком по марку все объяснил дальше поехали с кормы же тоже надо как-то отнимать но на корме мы не видим нет у нас деглайна да естественно тут немножко по-другому смотрится либо визуально если нет возможности мы должны ленты тоже мерить для этого надо узнать какое расстояние есть у нас в общем молоде депс вот она указана также шип спотикуласе вот в нашем случае 9 метров 10 сантиметров она идет от от главной палубы до келя до нижней кромки вот в нашем случае палуба она бывает палуба как бы выше идет а там немножко расстояние как бы по-другому нас проще то есть вот до главной палубы замер есть фальшборд у нас плюсуется еще фальшборд значит 910 плюсуем там 107 получается где-то с фальшбордом то есть до верхней кромки мы берем замер лентой не до воды то есть у нас вот это общее там получается 1017 отнимаем вот это расстояние то что мы тут намерили получаем нашу искомую осадку все просто элементарно естественно если время было вам старпом эти расстояния даже скажет может даже не смотреть может там потом на следующий день посмотрите вам если точную информацию передадут у нас на корме допустим маркером подписано 1017 уже знаете от скольки отнимать главное спросить откуда именно какой точке вам на замер делать вот на медали тоже носу визуально смотрите справа слева все пользуйтесь такой формула самое главное многие наверное и знают кто не знает скажу она сто процентов уже проверенные мной на этом судне на медали справа слева замеры сделали получили осадки сложили их поделили на 2 умножили на 6 прибавили носовую усредненную осадку прибавили кормовую усредненную и разделили на 8 получили вы среднюю средних осадок или английском min of min of min с ней вы идете stability буклет находите водоизмещение отнимаете все запасы lightship константу топлива баланс имеется на данный момент пресная вода экипаж с багажом вот у нас также еще экскаватор и болхетины не в счет мы ее в lightship добавляем вот все получаем тонны сколько мы погрузили на данный момент опять же там учитывает надо смотреть какую воду да мы грузим по пресну или по морскую вот там цифры будут разные вот все и идете дальше грузить через час возвращаетесь не вера точнее не возвращаетесь потому что вам этого не надо вы посмотрите опять же стабилите сколько у вас на данную погрузку примерно тонн на сантиметр да то есть допустим погрузили на 10 сантиметров средняя осадка изменилась соответственно у нас 14 умножаем на 14 получаем 140 тонн прибавляем предыдущему расчету нам сколько 500 тонн да было прибавили 640 тонн данный момент погрузились капитану сообщи да погрузили столько-то все и так вот и дальше следуете и грузить не надо время терять там начать приходить там искать отнимать это лишнее да и можете ошибиться постоянно будете там блин что-то не сходится бегать опять осадки проверять вот это все очень неудобно дальше давайте погрузка это все хорошо надо же ее контролировать соответственно много нюансов балласты trim trim обязательно но different контроли контролируем постоянно вот есть такая очень хорошая таблица таблица change of trim due to load 100 metric tons у нас все вот эти крышки 13 обозначены и первый трюм вот эти три крышки остальные 2 да и в любую точку допустим под третьей крышкой мы грузим нам осталось нам 100 тонн у нас different накорму мы погрузили осадка у нас там уже down 5 и 5 погрузили там коп 100 тонн different вышел ровно ну может чуть-чуть клюнули на нас в нашем случае с экскаватор он дает до осадку мы его сдвигая в корму и как раз у нас получается different накорма небольшой и все идеально то есть мы примерно уже прикидываем насколько нос сядет да и насколько всплывет в нашем случае корма то есть здесь грубо говоря 21 сантиметр до нос садится а корма всплывает на всего лишь 5 сантиметров то есть вот такая разница и в любую точку поведения вы можете знать контролировать тем самым different очень ребят не знаю самое главное это чего нас трав сервей который нужно сделать до начала погрузки до максимально точно бывает даже нет у дров сервей а счетчики с основном здесь стоят но тем не менее для себя мы должны как бы считать делали дров сервей и потом уже сверяете и себя проверять константу также убаете момент контроль да вот нужно на судно такое видите непростое и крышки и гентрик экскаватор на вот и в процессе погрузки сложности возникать могут особенно в зимнее время если большой будет different хорошо когда груз как бы не боится ни дождя и снега сразу открыл трюм там может три до три с половиной метра порой даже четыре метра не больше четырех естественно там уже совсем то можешь как бы грузить и не бояться а так гентрик там уже после трех метров он уже принципе не едет а зимой может и на два с половиной уже с трудом катиться это все учитывается многие ведь боятся да вот именно дров сервей там тоже когда-то побаивался это балк грузить тоже не совсем удобно пусть им возить допустим те же койлы там какие-то какое-то железо там не знаю ящики там на ту же целлюлозу тянет целлюлозу тоже помада дров сервей скорее всего делать непонятно как грузится разные эти самые упаковки тем не менее какой-то конкретный груз уже с известным весом ты по программе замечаешь уже никакой дров сервей не нужно никому он не интересен балк совсем другое вот поэтому нюансов хватает очень самое главное это снять осадки учитывать соленость воды грузить по марку учитывать алоуэнс fresh water да все в принципе самые основные моменты есть дальше контроль внимание и все у вас получится на сегодня информацию выдал суток более-менее важную задавайте вопросы с кому-то что-то непонятно что-то еще запишу стоим в амстердаме 5 пришли грузиться точнее загружаемся таламидом завтра выходим на браке германия и потом опять в норвегию видео конечно это уже загружено скорее всего норвегии будет так и все пока на скорых видео